Я буду говорить, что в ГМП знали, какие за качественные помощи. Самый частный будет сейчас. Я представляю компанию ОВЕК. Мы акцентируем ее в качественной помощи и проводим ее аналитику. Сегодня расскажут про то, как управлять качеством на основе аналитики. Текущий состояние рынка. Врач, после того, как закончил лечение, должен отправить отчет в страховой компании и фонд обязательного медицинского страхования. Отчет на проверку. Если он не соответствует медицинским стандартам, либо утвержден каким-то приказом, то клинику могут заштрафовать. Например, в Калужской области в 2017 году было подано на возмещение более миллиона случаев лечения, из которых было проведено 3,5% эксклюзива качества медицинской помощи. В ней выявлено 8 тысяч с копейками нарушений, из которых 8% это нарушение стандартов оказания медицинской помощи. Это как раз то, что управляют на клинические рекомендации, медицинские стандарты, приказы. При этом санкции на клинике было наложено чуть больше 100 миллионов рублей. Что самое обидное в этом всем, что деньги, по идее, должны возвращаться обратно в цикл здравоохранения, но какая-то часть остается в карманах стандартов компаний за то, что они работают. Что мы можем предложить? Предварительно проводить экспертиву качественной медицинской помощи. Это будет полезно как для клиники. Они смогут увидеть до того, как отправят в страховую компанию. Так и для регуляторов Минздрава, фонда обязательного страхования для принятия решений. По итогу оценки в случае лечения выставляется определенная оценка. На основе которой можно принимать какие-либо решения внутри региона, клиники. Ну вот, например, здесь увидеть точные пробелы в общей картинке здравоохранения, в клинике, отделении. Так и, например, по отдельным врачам. Посмотреть, где у кого просадки, в каких местах. И отправить их на повышение по революкации. Проведение 100% экспертизы качественной медицинской помощи позволит оценить реальное состояние медицины, настроить точную экономику здравоохранения, потому что это очень большая проблема для фондов медицинского страхования. Цифровизовать компетенции врача, что сейчас практически нереально. В России тратится больше 100 миллиардов на непрерывное медицинское образование всех врачей, но оно малоэффективно, как сами знаете. Синтегрировано полностью с медицинской системой Квазар. Это в Липецкой области с ними провели пилот, по которому 92% точности. Сейчас ведем переговоры с Ростелекомом, у которых 19 регионов, и с МИС БАРС, у которых есть регионов, до конца месяца будет понятно, что и как. Спасибо за внимание. Что Вы называете качеством медицинского обслуживания? В России это законодательно понимается как полнота оказания лечения в соответствии с клиническими рекомендациями. То есть, другими словами, это никак не связано с выздоровлением. Это сказано с выполнением нормативной документации. Правильно? В Ростелеком-200Н сказано, что если пациент возвращается через определенное количество времени, то лечение прошло неверно. Это единственное, что могут отслеживать регулятор, кроме полноты оказанного лечения. Здесь вот у нас достаточно такая сложная ситуация. То есть, я понимаю, что Вы отслеживаете единственный параметр, да? Или как? Ну, мы отслеживаем полноту оказания, мы отслеживаем, сколько пациентов провел в больнице, мы отслеживаем, то ли вообще врач лечил, ну, то есть диагноз сопоставляем с тем, что происходило, смотрим, точно ли он выявил заболевание. Это вот вопрос про гипердиагностику, то есть, когда переназначение и недоназначение. Очень сложно объяснить, я не знаю, как это правильно объяснить, не медику, но вот называется. Понятно. А что значит 92% от точности? Что значит? Выявленная услуга и та, которая есть, но мы ее не нашли, и не выявлены, если ее нету, а она должна была быть. А какие у Вас данные были? То есть, на что Вы ориентируетесь? Там человек вручную что-то по-другому посчитал или как? То есть, Вы же... Как проводился пилот, или что? Да, как проводился. У Вас у нас 2% точность, то есть, Вы сравнили предсказания. В этой области мы проводили с фондом обязательного медицинского страхования, с их экспертами, мы проверили порядка 150 случаев лечения, и потом эксперты за нами просто проверили. А как Вы данные вводили? У всех из ураны системы? Нам не важно, мы работаем с текстом. Ну, то есть, система основана на работе с естественным языком. А, и поэтому получается 8% ошибок? Да, да, да. Врач мог написать не ЭКГ, а ЭГК, перепутать букву. Рукописно все? Нет, нет, чисто электронно-медицинское. А почему фонд этот согласился с Вами делать пилот? В чем его интерес? Я бы так сказал, что мы пришли к фонду и спросили, что можно сделать для другохранения региона. Мы просто знакомы были с ними еще до. Они предложили это как хороший вопрос по отслеживанию денег, как должны были ходить. Но выросло из денежного вопроса больше в медицину, в качество помощи как раз Минздраву. Ну, хорошо, то есть, это как бы теоретически, да, Вы нашли ответ на конкретный вопрос, да? А в деньгах-то где, кто получит выгоду? Фонд выгоду получит или кто? Зачем они делаются? Почему другие фонды к Вам должны прийти и то же самое сделать? Фонд, наверное, сейчас, уже по прошествии какого-то времени, мы понимаем, что фонд не начальный наш заказчик. Наш начальный заказчик это либо клиника, которая интересно смотреть, что происходит там, что называется, в самом-самом низу. Я выкинул парочку слайдов отсюда, это такая клиентская презентация. В клинике заместители главврача, начальники отделения тратят примерно по 25% времени на проведение как раз экспертизы качества медицинской помощи, то есть, внутри они перебирают все свои карточки. И в госклиниках тоже? А? В госклиниках тоже? Это прямо вот в госклиниках, в частных еще больше. И там даже не заведующее отделение, а нанимают отдельных людей. Потом отправляется страховая компания, потом отправляется фонд обязательного медицинского страхования, и это огромный круг ада. Отвечая на вопрос, кто же заказчик, да? Это либо клиника, которая интересная, либо это Минздрав, который может увидеть, где в клиниках есть проблемы и точечно их решать. Не вот как-то, давайте мы повысим там, а, как это, давайте мы скажем, что вот все клиники должны там снизить смену. Что это, как это делать? И потом у главврача вот так голова развивается. Они видят, что у этой клиники есть проблемы там в кардиологии, у этой в неврологии, у этой там в онкоцентре, у них там половина врачей непонятно, что творят. То есть вы пытаетесь это продать Минздраву? Да, вот сейчас Барс Групп, вот я там показывал, нас возили на мероприятие в Новосибирск буквально на прошлой неделе. Мы общались с Новосибирским Минздравом, мы общались с Красноярским Минздравом, ну и там еще порядка десятка. Интерес есть как раз в том, чтобы смотреть, как, ну, что происходит в клиниках. То есть и на самом деле они вот, все вот это вот троицы, это фонд с такая компанией Минздрав, они достаточно друг к другу тесно сплетены, и они друг к другу понимают, как можно это использовать. Спасибо. Да, ну вот.